Сегодня поговорим про низкоуровневые какие-то моменты, альтернативные способы разработки и так далее. Наша адженда такая, что посмотрим основы в командной строке работы, немножечко обзор фреймворков, поговорим о стандартных средствах и нестандартных, использовании отладки в Developer Tools, немножечко поговорим о как использовать метрику в ваших приложениях, расскажу про челлендж и попробуем разместить в реальном времени вместе с вами приложение в Story. Я покажу, как это легко. Итак, запустите, я надеюсь у вас запущен IDE и соответственно эмулятор. Эмулятор нам понадобится. Запускайте команду строку, это либо терминал, либо Windows R, KMD. Итак, основное средство работы это SDB. С помощью него можно делать практически все. Кто знаком с средством ADP в Android? Отлично, есть 4 человека. 5. Вот, те, кто поднял руки, представьте, точнее, в общем, можете считать, что вы уже умеете работать с SDB. С SDB можно устанавливать приложение, запускать приложение примерно в стиле SDB, пробел, install, имя пакета. Также можно перейти в, сделать рут, доступ, ну, как бы вся справка, она вот по SDB help, либо в Windows SDB enter, и там будет вся, весь help, как работать с ним. То есть можно включить рут, на него зайти, например, SDB, пробел, shell. Хорошо, будет переход в командную строку эмулятора или девайса. А дальше вы можете делать все, что вам нужно. Итак, чтобы заработали команды в командной строке, нам нужно прописать путь. Вот, внизу, пример, это экспорт, пробел, path, ну, и так далее. Это под Ubuntu. Под Windows, например, нужно будет просто указать путь до папки. В Windows это C, Dyson SDK, ну, и так далее, как вот здесь написано. Также можно, все, что вы напишете про экспорт, это вы, как бы, прописываете путь, в котором лежат команды, которые в командной строке будут запускаться автоматически. Не нужно будет прописывать полный путь каждый раз. Чтобы запускалось каждый раз, вам нужно записать это в какой-нибудь скрипт стартовый, bash.rc, профайл или что-нибудь. Ну, вот, пример, допустим, nano, это редактор. И в bash.rc мы прописываем вот эти две строчки. Итак, у всех получилось написать экспорт и так далее. У кого проблемы? Что? Вот, если вы, если вы приписали, то у вас должно выполняться вот следующее. Сейчас я поправлю. Видно, отлично. Должны быть команды, доступны в веб и что-то. Для native разработки это будет native что-то. Сейчас мы пробежимся по каждой из команд. Сами переменные окружения можно набрать просто экспорт, и у вас будет список, ну, например, отфильтровать по TET. Ну, вот у меня там кучу слов. В индусе можно еще прописать в переменные окружения через панель управления, переменные окружения и там переменные окружения и добавить полный путь. Итак, для чего все это нам надо? Идем дальше? Отлично. Есть команда webtizen, она содержит все другие команды, webgen, build, packaging и так далее, просто с разными ключами. Webgen генерирует проект новый, просто в командной строке сгенерирует проект. Build его соберет во временную папку, packaging соберет его в файл wgt, ну, который мы уже сможем как-то использовать. Санин создает цифровую подпись, но это то, что вы уже сделали с Кириллом Кринкеном через IDE, можно сделать то же самое в командной строке. Webinstall ставит приложение наше, либо на эмулятор, либо на девайс. Дебаг, по сути, запускает только с оплаткой. Но там еще есть команды. Итак, давайте попробуем, например, создать приложение. В командной строке мы создаем папку временную. Я пришел в свою домашнюю папку. mk.til, например, test1. Webgen. Это приложение соответствует приложению, по-моему, basic, да, если вы будете создавать. Ну вот создались, создалась папка hello.tizen, значит, на нее заходим. Вот они все файлы. Наш конфиг, css, icon, images и индекс. Теперь попробуем его же собрать. Как еще раз можно произносить веб-тире-gen. Вот она, вторая сверху. Webpackaging, он собирает в сам пакет. Мы говорим, yes, все, already exist. Менять. Значит, already exist. Так, еще раз. Так, еще. Да, без точек просто запускаем веб-пакетже. Вот написано, что hello.tizen.wgd. Теперь, например, чтобы установить это приложение в девайс, мы используем sdb, пробел, install, hello.tizen, да, вот пишет сегментер. И он его отправил туда. Какие-то там сообщения выводят, но это нормально. Ну все, говорит, что один файл push. Теперь он там. Теперь расскажу немножко про какие есть типы приложения. Кстати, получается, создали приложение. У кого не получается? Что в чем проблема? У меня пишут при обращении раза в программу. Итак, теперь посмотрим такое небольшое личное отступление. Какие типы приложений вообще существуют? Ну, самое простое – это мобильный сайт. Его, в принципе, можно рассматривать как приложение, если оно там использует JavaScript и загружается с одной страницы, показывает какие-то. Ну, в общем, это приложение. И у мобильный сайт мы не можем распространять как какой-то пакет. Мы не можем его загрузить в Tizen Store. Поэтому минимальное приложение, которое можно загрузить в Tizen Store – это такой тип Hosted App называется. Как бы фактически это ссылка на сайт, но которая может быть запакована в виде каких-то настроек, иконки и представлена в виде пакета. Ну и Packaged App – это все те приложения, которые мы рассматривали предыдущими сессиями. Hosted App создаются буквально за 3 секунды. Сейчас мы попробуем это сделать. Для этого нам нужно указать разрешенный ресурс в разделе Access. Это пример создания в VDE. На самом деле мы можем то же самое сделать в команде Stalking, что мы сейчас попробуем сделать. Вообще, как бы, опять, отступление. Если у вас что-то не работает, например, не работает сеть, ну, когда, допустим, вы используете доступ в приложении к сети или еще к чему-то, посмотрите первым делом в Access, разрешен ли вообще доступ к этому URL. Ну, в данном случае, видите, звездочка стоит, но вы можете поставить конкретно, каким ресурсом вы разрешаете доступ. Так обеспечивается безопасность в вашем приложении. И ресурс мы указываем в разделе Dyson, поле Source. Это страница, с которой будет загружено приложение. Итак, демон. Мы создали это приложение. Теперь отредактируем конфиг. Нам нужно изменить source. Возьмем контент и добавим ему Dyson. Dyson контент. Пускай будет показан Dyson. Пускай будет показан Dyson. Равно звездочка. Сохраняем. Ctrl-O. Ctrl-X. Вышли. Успеваем? Еще раз. Значит, меняем контент на Dyson. Двой точек контент. Указываем source, точку хода. И добавляем Access Origin. Деревочка. Записываем Ctrl-O. Enter. Ctrl-X. Вышли. И, собственно, собираем приложение. Делаем. А, удаляем предыдущий пакет. И собираем его. Готово. Теперь снова его вставим через sdb install имя пакета. Все. Он отправлен в эмулятор. Вот наша японка Hello, Dyson. А, у меня интернета, кстати, нет. Сейчас. Проблема вот этого hosted app то, что оно требует интернета. Потому что первое старт. И вот такой белый экран. Ну, понятно. Сейчас интернет нам нужен. Отлично. Отлично. Пока убьем. В ht05 есть такая функция, называется hosted app. Ой, не hosted app. А, притейший кэш. Если почитаете на, там, mozilla.org или на самом v3c, то там увидите, что... Как вообще эта функция работает. Мы можем на сервере, где хостится приложение, разместить этот файл с манифестом, который расскажет, какие файлы закэшировать. И, по сути, хост-этап превратится в такое... То есть, первый раз оно стартанет, закэшируется полностью и может уже работать без интернета. Так, еще раз попробуем. У нас должен быть интернет. А привилегии в День Аурусу отглавляетесь? Привилегии? Да. А, нет. Нет. Ну, вот, загрузился сайт. Выглядит как приложение. То есть, нету строки ввода адреса вот здесь внизу. То есть, по сути, мы сделали приложение, ну, там, буквально за минуту, если исключить еще тормоза. Итак, значит, задание сделать такое же приложение, новое, но, например, для сайта mjadags.ru. А можно еще раз настройки? Да. Какие вот эти? Какие вот эти? Так же создайте приложение через WebGen. Отредактируйте, добавьте, добавьте, тайзен, две точек, контент, source, mjadags.ru. Добавьте разрешение на доступ к этому сайту. Ну, в данном случае я написал для всех, для всего интернета, access origin. Если мы пишем просто контент, то это означает, что мы запускаемся с локального файла. Ну, индексы, в нашем случае. А когда мы говорим тайзен контент, это контент удаленного ресурса. Да. Вот это приложение тип hosted app, а когда классический способ, это packaged app. как бы можно еще добавить подвиды, вообще просто так, а это гибридные, когда мы, у нас есть веб-часть и native-часть, ну и native-приложение, у него расширение другое, tpk. Вы пока делаете, потом кто сделал поднимать звуки, я расскажу про, в чем различие. Вот видно, что hosted app обладает всем API, которые мы уже рассматривали. Это, по сути, API, который разрабатывает консорциум. Это Canvas, геолокация, статус батареи, файлы API, cache, ну и там много разных. Есть еще небольшие, типа там WebGL, работы с JSON, и всего того, что не хватает в Web API, оно покрывается в device API. Это доступ уже к всяким железным штукам, типа NFC, Bluetooth, контактная книга, адресные книги и так далее. То есть, и для Packaged App нужно как раз в разделе привилегий добавлять права доступа, допустим, к объекту Dyson или там еще к каким-то другим. Еще подождем немножко. Еще интересный момент, если в аксессии не указывать вообще, ну, аксесс не указывается, а просто указать аксесс, то запустится, по сути, браузер. Ну, это как бы обход безопасности, потому что, если мы не указываем аксесс, то это, по сути, превращается в ярлык. Ну, то есть, стандартная политика для браузера безопасности. У кого не получается? Давайте еще раз. Я создаю папку новую. Создаю там проект. Веб-джен. Редактирую. Перехожу в папку. Редактирую. Конфиг. Контент меняю на Dyson. Пишу в адрес. Добавляю аксесс. Разрешаю для всего интернета. Контрул его сохраняю. Контрул X вышел. Собрал проект. Установил приложение. Вообще, командная строка может понадобиться для такого подхода, как continuous integration. Кто слышал про такой подход? Отлично. Это необходимо для больших команд, когда очень много фич, и все их нужно тестировать. Например, это работает так. Какой-то программист поднимает код общий, там редактирует его, комитет, пушит, запускается тест. В автоматическом режиме. То есть, в командной строке прописаны, в скриптах прописаны команды, вытащить проект, собрать проект, установить, прогнать тесты. И все это в автоматическом режиме. Если, допустим, проект не собирается, то всем рассылается письмо. Точнее, виновник, так сказать, торжества, кто все это сделал, тому и отправляется письмо. Ну, у кого получилось? Ну, интернет проверьте. Лучше, наверное, надо подключиться. Кирилл, а потом дальше у девушки писать. Кирилл, а потом дальше у девушки писать. Кирилл. Итак, я пока расскажу про библиотеки, какие доступные фреймворки. Вообще, Tizen обладает очень большой гибкостью, но тут как бы и подвох, что когда много всего, трудно выбрать и трудно сделать хорошо. Поэтому у вас всегда есть выбор, либо делать, как предлагает команда Tizen, возможно, там не вся гибкость и есть какие-то ограничения, либо вы можете, как говорится, отпуститься в свободное плавание и сделать свой фреймворк, свой UI, ну и в рамках, естественно, гайдлайна. Стандартный Tizen Web UI предлагает два решения. Это Web UI фреймворк, это набор HTML шаблонов, CSS стилей и вспомогательных JavaScript. В любом проекте, который вы создаете, он виден в разделе Tizen Web UI фреймворк, Latest, JS и здесь все пакеты сразу. Прелесть в том, что здесь сразу же решены проблемы, например, с локализацией. В папке Cultures доступны языки, которые вы можете использовать, то есть переводить, туда класть и из JavaScript, в примерах, надеюсь, там есть примеры. Здесь же вы можете использовать темы в разделе тема, тема указывается в индексе. Тоже есть примеры, можете посмотреть. И есть инструмент для визуального проектирования, Tizen Web UI Builder. Он хорош тем, что начинающему разработчику он дает большие, точнее легкие возможности для разработки. Но там есть некоторые подводные камни, сейчас давайте попробуем их рассмотреть. Давайте создадим новый проект. Итак, я пока расскажу про библиотеки, какие доступные фреймворки. Вообще, Tizen обладает очень большой гибкостью, но тут как бы и подвох, что когда много всего, трудно выбрать и трудно сделать хорошо. Поэтому у вас всегда есть выбор, либо делать, как предлагает команда Tizen, возможно, там не вся гибкость и есть какие-то ограничения, либо вы можете, как говорится, отпуститься в свободное плавание и сделать свой фреймворк, свой UI, ну и в рамках, естественно, гайдлайна. Стандартный Tizen Web UI предлагает два решения. Это Web UI Framework, это набор HTML шаблонов, CSS стилей и вспомогательных JavaScript. В любом проекте, который вы создаете, он виден в виде в разделе Tizen Web UI Framework, Latest, JS и здесь все пакеты сразу. Прелесть в том, что здесь сразу же решены проблемы, например, с локализацией. В папке Cultures доступны языки, которые вы можете использовать, то есть переводить, туда класть и из JavaScript в примерах найдете, там есть примеры. Здесь же вы можете использовать темы в разделе тема, тема указывается в индексе. Тоже есть примеры, можете посмотреть. И есть инструмент для визуального проектирования, Tizen Web UI Builder. Он хорош тем, что начинающему разработчику он дает большие, точнее легкие возможности для разработки. Но там есть некоторые подводные камни, сейчас давайте попробуем их рассмотреть. Давайте создадим новый проект. Так, это я закрою. Tizen Web Project, Tizen Web UI Builder. Ну, можно, допустим, не от немцы, а MultiPage. Так, это я закрою. Важная особенность в том, что UI Builder, он генерирует CSS, JavaScript и HTML. И в этих файлах написано сверху большими буквами. Do not edit by hand. Что-то в этом роде. Это означает, что не надо его трогать. То есть любые изменения, которые вам нужно вносить в код исходный, вам нужно, необходимо вносить в отдельные файлы, которые можно редактировать. Именно это то, что касается Web UI Builder. Если вы используете свое решение, используя Web UI Framework, то, пожалуйста, там, редактируйте где хотите. Дело в том, что при любом изменении UI интерфейса, UI интерфейса, от этих файлов, которые генерируют, они генерируются автоматически и, по сути, перезаписывают ваши изменения. Просто мы уже сталкивались с тем, что многие разработчики начинают редактировать что-то именно там. Так, что-то у меня совсем грустно. О, отлично. Ладно, давайте пропустим. Расскажу немножко про сторонние решения. Сторонних решений просто огромное количество. Прямо глаза разбегаются, вы можете использовать все, что угодно. Есть, начиная от каких-то вспомогательных решений. Например, вот jQuery.js, он входит в состав Tizen SDK. Есть похожие решения. Например, Zepto.js – это оптимизированная, упрощенная метод того же jQuery, которая соответствует его API. Вообще, кто работал, кстати, с jQuery хоть раз? Кто знает, кто такое query-selector? И вообще, как получать доступ к объектам, к дом-элементам? Вы помните, вот мы на предыдущих примерах делали document.get.element.by.id. Помните? Вот это и есть доступ по ID элемента к элементу на странице. jQuery, ну и вообще query-selector позволяют эти делать, этот доступ к этим объектам намного проще. Например, можно запросить все элементы из типа параграф, ну, TKP, с классом, там, не знаю, с классом title. И он, этот скрипт, пробежит и быстро вытащит все эти типы. И мы можем там уже поменять задний фон, цвет текста и так далее. Это довольно удобно. И мы сейчас попробуем даже что-нибудь сделать, если мы ожили. Отлично. Вот, мы вернулись теперь к WebUI Builder. Те, кто работал с Delphi, Visual Studio или другими какими-то IDE, они, в принципе, уже знакомы, что есть VCV, такой редактор, здесь кнопка, можно добавить еще что-то, например, вот такую кнопку и так далее. Теперь, чтобы страница ожила, нам нужно как-то повесить на ее какое-то событие. Это делается довольно просто. Нам нужно выбрать кнопку, в данном случае вот эта, и есть справа Event Handler. Так, еще раз. Не выбирается. Выберем вот здесь. Вот, батны. Здесь можно обработать нажатие Tab, долгое удерживание, Swipe, Left, ну, по сути, все. Можете свои какие-то результаты сделать. Выбираем, выбрали по сути Tab, и по Play смотрим, переходим сразу в скрипт, где мы можем обрабатывать наши действия. В данном случае здесь открывается вторая страница. Посмотрим, как выглядит эта страница, например, первая. Она выглядит вот так вот, но на самом деле там просто три файла. В VDE показываются, ну, как бы три, и оставшиеся предгенерированные. Но она показывает в виде как бы бабки. Вот этот файл в Play.js, где мы можем уже обрабатывать наши действия. А вот эти файлы, которые менеджат, вот их как раз нельзя трогать. Это о чем я говорил. Вот здесь, в принципе, даже вам написано, что нельзя редактировать. Сейчас, вам видно. Итак, значит, задание номер два. Необходимо на клик на второй странице показать alert. Синтаксис alert очень простой. Сейчас я покажу. То есть, вам нужно будет на второй странице поставить кнопку. Например, сейчас попробуем ее открыть, как она выглядит. Вот так вот. Значит, задание такое. Добавить здесь кнопку, и на нее нажатие, чтобы был alert. Alert у функции вот такой. Alert. И здесь ваш текст. Ну там, привет, Тайсон, например. Все делаем. Первые два, получится два устройства. По устройству. А я пока в медленном режиме попробую показать еще раз. Значит, кнопку мы уже попроместили. Ее выделяем. Если не выделяется, то можно вот здесь выделить справа, где список объектов. Выбираем Event Handler. Выбираем Tab. Жмем справа Play. Переходим в, собственно, функцию, где нам нужно добавить alert. Все просто. Ну и запустить все это можно необязательно в эмуляторе. Можно запустить в... Есть один человек. Можно запустить в симуляторе. Как мы уже говорили, есть два средства для откладки ваших приложений. Это самый, наверное, удобный. Chrome Developer Tools. И второй. Dynamic Analyzer. Dynamic Analyzer, он такой довольно-таки тяжелый и больше, наверное, подходит для анетик-подработки. Но для веб-подработки вот лучших Developer Tools, наверное, не найти. Итак, давайте запустим, создадим приложение, простое, Basic какой-нибудь. Так, это все закрываем. Создадим приложение через файл NewWebProject.Basic. Я уже создал. Вот он, мой Basic. И запустим его. Через RunAsWebSimulator. Чтобы запустить Developer Tools, мы можем поступить двумя способами. Либо правой кнопкой мыши просмотр кода. Появится такое окошко. И перейти. Как видите, он нашел, показал все элементы. Я даже могу какие-то подсвечивать. Вот здесь, по сути, вся структура. Дело в том, что тут довольно-таки сложно, как бы, в классическом понимании, как бы, находить элементы. Потому что этот веб-симулятор, он сам в виде страницы и встраивает через iFrame ваше приложение. Вот к вашему приложению довольно трудно достучаться, но это возможно. А в самой правой есть консоль. В консоли можно выполнять JavaScript или Tool. Например, в тот же самый альтерт. Ну и выскакивает сообщение. Здесь же вы можете проверять какие-то свои структуры по вообще работе. Например, как создать массив. Ну и так далее. То есть вы можете здесь на лету проверять, как работает ваш код. Теперь, чтобы получить доступ к вашему приложению, вам нужно сделать следующую вещь. Попробуем немножечко посмотреть, как работает jQuery. jQuery – это всего лишь библиотека, которая упрощает какие-то вызовы. Она определена в виде доллара. То есть доллар – это не какая-то конструкция, это всего лишь имя переменной. Мы также можем, например, не переменной, а функции. Мы можем функцию назвать, допустим, подчеркиванием нижним. Ну да, это объект. Ну, как бы, вы, наверное, уже рассказывали вначале, что объект в JavaScript, он же функция, он же может стать прототипом в виде класса. Ну, можно все, в общем, довольно гибкий. Я вам просто предлагаю почитать по JavaScript вообще отдельно какую-нибудь документацию. Так вот, значит, возвращаемся к jQuery. jQuery – это такая же функция, но она в виде доллара. Параметр, первый, который она принимает, это ID объекта, который нам нужен. В данном случае, чтобы получить доступ к нашему приложению, именно внутри, мы можем посмотреть, во-первых, как это выглядит, делаем просмотр кода. Берем, например, эту луку и вот так на нее находим вот это приложение наше. Вот. Оно заключено в виде фрагмента, документ называется. Вот мы попробуем к нему как раз, к нему получили доступ. Поэтому просто пишем документ. Enter. Вот он, айфрейм наш. Как раз, workspace, basic, index.html. Отлично. Теперь, чтобы получить доступ к элементам внутри нашего приложения, нам нужно опять повторить то же самое. Ну, на самом деле, вам просто нужно как бы это запомнить. То есть, мы вторым аргументом передаем, где искать. А, ну и нужно, чтобы он передавал именно определенную структуру, нужно вызвать вторую функцию контент. А, давайте посмотрим, что возвращает контент, чтобы немножко понимать. А, на самом деле, он выдает, ну вот в таком виде. Итак, чтобы получить доступ к другим объектам внутри нашего приложения, мы, например, там есть, я точно знаю, тип. Баттон один. Это вот эта кнопка. Запитаем и еще раз вызываем. Все. Мы получили доступ к этой кнопке. Точнее, к этому зиму с кнопкой. Теперь, прелесть клэри-селектора в том, что, вот видите, кнопка баттона. Сейчас увеличу. Кнопка баттона, она не имеет ID. К ней нельзя обратиться никак. Чтобы к ней обратиться, G-клэри и вообще клэри-селектора, они достаточно умные, поэтому мы можем просто сделать пробел и написать баттон. Мы получили доступ к баттону. Теперь, чтобы повесить на этот объект события на клик, мы просто пишем точка, клик. А здесь пишем анонимную функцию. Function, например, alert. Ну и проверим. При клике. Еще дело в том, что события, которые мы вот так вот накидываем, они агрегируются и вызываются все вместе. Чтобы их сбросить, нужно использовать функцию unbind. Но это чуть позже. Итак, при нажатии сработало то, что там было установлено, то есть время, и, соответственно, сообщение от окошка окей. Теперь задание. Вот, значит, мы повторяем доступ к объектам. Про перемены сейчас поговорим. Задание. Поменять цвет текста при нажатии на него. То есть, вот видите, текст. При нажатии на него нужно, чтобы поменялся текст. Сейчас я дам небольшую подсказку, чуть позже. То бишь, при нажатии произошло окей сообщение. В нашем случае нужно получить доступ к ник-баттену, а вот к div-баттену один. И нажать, при нажатии на него, чтобы менялся текст внутри него. То есть, сейчас видите, в нем прямо написано, скалин, тайм и так далее. Как менять текст, ой, цвет. Чтобы поменять цвет, нам нужно... А, это нужно задание сделать прямо в Developer Tools, то бишь здесь. Есть свойства CSS. И здесь мы напишем значение, свойства CSS. Ой, имя свойства и значение. Имя свойства column. Значение, ну, ваше, например, red. Теперь, пока вы делаете, я расскажу про, как получить доступ к переменам. В нашем проекте есть файл main.js. Вот, и мы создадим переменную app, непеременную функцию, которая устанавливается в себя, ну, как бы, это уже не функция, это, можно сказать, псевдокласс. Есть это, отлично. Это как бы псевдокласс. Он так работает, что внутреннюю переменную app он ставит твойку, в нашем случае. Теперь, чтобы отладить это приложение, она может как-то получить доступ к этому, к этой переменной. Теперь, как это сделать? Все перемены хранятся глобально в объекте Windows. Вот, можно посмотреть. Здесь очень много разных переменных. Вот, кстати, включая наши jql. Видите? Ну, и там, и так далее. Теперь, так как у нас приложение наше находится в веб-симуляторе, в фрейме, чтобы получить доступ к фрейму, мы пишем Windows. Frames. По имени не будем, обратимся по элементу массива. У нас единственный фрейм. Все, мы теперь имеем доступ к его переменам. Но не сразу, а опять же через объект, через перемены у Windows. Все, теперь мы можем обратиться к приложению нашему. Как видите, значение у него A равно 2. То есть, вы таким образом можете во время создания своих приложений, не перезапуская приложение, а знать, кто в каком состоянии находится. Даже более того, вы можете здесь же прям поменять его поведение. Давайте попробуем это сделать. Например, мы... Ну, кроме простого значения, например, A... Кстати, нет, там так не получится. Сейчас заделась доступ. Сейчас посмотрим. Аня, получилось, да? Мы поменяли его значение. Что еще можно здесь сделать? Можно на лету, в принципе, поменять класс. И все поменяется. Ну, например... Вот так вот, таким образом. А большую... равно function. И, например, this... B равно... Так. Ну, то есть мы добавили здесь поле B еще одно. А, теперь нам нужно его создать. Создаем, мы точно таким образом, как там. Видите? Перемена еще сохранилась, потому что она была тогда еще создана. Делаем new. Оп. Один, два. Так. А, все правильно. Нам нужно обратиться через перемены в iPhone. Отлично. И посмотрим теперь, как выглядит. Нет. All it now? Нет. 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 Your frames... Нет. Отлично. Нет. Нет. Ладно. Я не буду держаться. Что-то я именно не сделала так. у кого еще получилось давайте попробуем собственно это сделать у нас задача была поменять цвет очистили нам поменять нужно цвет вот у этого объекта точнее у этого текста и так мы обращаемся через jQuery к документу это решетка документ вообще решетка это доступ к ID точка это доступ к классу то есть мы можем получить ко всему ко всем элементам с этим классом с указанным в данном случае документ теперь еще раз обращаемся уже к элементу внутри приложения это div button1 указываем где искать contents делаем css свойство color значение red видит менялся стало red идемте дальше ну собственно вот весь пример как это работает и сброс всех событий как я уже говорил выполняется довольно просто просто он память то есть отменить все привязанные события к этому объекту идем дальше те попробуем кто вообще пользовался хоть раз какой-нибудь аналитикой google analytics яндекс метрика так отлично примерно чуть меньше половины значит такое так вот всю ту же самую аналитику вы можете использовать в вашем ищите моих приложений просто берете код вставляете готова давайте попробуем быстренько создать если у нас интернет еще не отвалился нет похоже отвалился кто как считает зачем вообще нужна аналитика из тех кто аналитикой не пользовался ну хоть какие то есть для раскрутки ну окей еще вопрос такой вот ваше приложение ставит как узнать кто им пользуется с помощью аналитики отлично вот мой совет вот это все не используют на мобильном приложении абсолютно верно поэтому мы будем использовать вообще минимальный набор это просто смотреть откуда приходят пользователи с какой и допустим вы можете использовать при там анализе кликов например красная кнопка приносит вам допустим установок или там какой-то покупки больше чем зеленая то есть вот такого вида анализ итак вы регистрируетесь на яндекс метрика почему я выбрал именно яндекс метрику потому что она довольно таки быстро показывает статистику и без задержек чтобы нам показывать мы в общем добавляем еще называем как-нибудь адрес сайта не важен тайм-аут визита я принимаю все вот наш наш код готов здесь по сути выполняется исходный код с удаленного сервера сервера то есть там загружается javascript выполняется еще там делается мы как бы не будем вдаваться в подробности просто его скопируем и вставим прям в индекс чтим и нашего тестового приложения и вот тут вопрос куда его вставить вход или да если у вас еще голова не скипела и не взорвалась почему можно добавлять х и почему вниз абсолютно верно и так теперь запустим его в пример тазик симуляторе и посмотрим работает этот счетчик или нет то есть при запуске сработает загрузка скрипта отправиться какие-то данные и счетчик прибавится а все я понял в чем дело мы не разрешили ходить в интернет поэтому откроем см и я сейчас 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 как сейчас сейчас Спасибо. В разделе Access мы просто разрешим всем с портоменами ходить в интернет. На самом деле нам просто нужно указать там адрес, куда ходит Яндекс.Метрик. Аккуратнее, здесь вот так, что если нет интернет, оно исходит в адрес. Я проверил интернет. Есть. Так, опять. У меня такое было, я не разобрался, почему он говорит. Суппорт от браузера. Так, ладно, пропустим. Я уже создавал счетчики, и вот посмотрим, даже все это тестировал уже. Вот, например, приложение Tizen Web Analytics. У него визит один, просмотров шесть. Ну, дальше можно там посмотреть уже в зависимости от поставщика аналитики, какие вообще бывают, какие данные можно представить. Итак, какие вообще есть аналитики доступные, ну, сервисы. Яндекс.Метрик. Яндекс.Метрик. Мы уже говорили. Есть Localutics и Flurry. Еще Google Analytics. Но вот в Flurry самый, наверное, популярный, он доступен под iOS, Android и так далее. Вот все вот эти верхние, которые наверху, все три, они работают с небольшой задержкой. Ну вот, кстати, вот Яндекс.Метрик вот так выглядит. И там много еще всяких параметров, визиты, с какой страны и так далее. Вот так выглядит. Сейчас. Вот так выглядит Localutics. Здесь тоже есть по регионам, ну, куча разных там данных. Так, это не закрывается. Тоже не закрывается. Google Analytics. Там, в принципе, тоже ничего особенного. У нас есть, я закрылся. Да. Ну, вот здесь посещения нету, я пока не запускал. В Flurry тоже очень похожи. То есть они, в принципе, все работают очень одинаково. Итак, есть другое решение немножечко. Это вот как раз к вопросу, ребят, о втором ряду. Чтобы скрипт не падал, если нет интернета. В глобальном... Сейчас. Есть глобальные переменные, называется навигатор. С помощью нее можно определить в онлайн мы или в офлайн. Сейчас я запустил консоль. Как это работает функция? Навигатор онлайн. Навигатор онлайн. На самом деле, я, честно говоря, не могу сказать. Это зависит от... От веб-кита. Как это работает? Надо внутренне заглянуть, посмотреть. Но я смотрел, он действительно определяет. То есть если отключить Wi-Fi, он говорит оффлайн. Вот, кстати, видно. Онлайн-оффлайн. Сейчас я в онлайне. Поэтому вы в своем скрипте можете проверять. Если мы в онлайне, то мы данные шлем. Если нет, то, понятно, я возвращаем в false. В полисе, access, network, url. Я добавил в звездочку. К примеру, Localutics предоставляет этот скрипт просто доступный из сайта. Мы его можем скачать, поместить себе в локальное хранилище и использовать. А остальные, они, к сожалению, работают как Ядекс Метрика. То есть нужно этот скрипт вставить в конец приложения, чтобы он сам загружался. То есть это не очень такое красивое решение. Поэтому я советую использовать Localutics. Он больше всего, наверное, подходит под веб-приложение HTML5, особенно запакованное. И там как раз можно регулировать, посылать данные, не посылать, ну и так далее. Так, демо я, в принципе, уже показал.